29 мая в Манеже Красная Звезда Второй турнир за последний месяц, который проводится у нас И они насчитывают минимум 100 участников, которые занимаются регби У нас на Красной Звезде отделение регби процветает С каждым месяцем добавляются желающие, которые хотят заниматься этим видом спорта И мы с удовольствием их принимаем Пять команд соперничали по круговой системе Матчи проходили по правилам мини-регби Которые широко применяются в мировой практике подготовки юных спортсменов Ребята играли два тайма по 15 минут в формате 12 на 12 Все команды продемонстрировали хороший уровень тактической и физической подготовки В нападении разыгрывались динамичные атаки веером или со сменой направлений Украшением турнира стали результативные прорывы защитных линий с ускорениями на 20-30 метров В итоге главный приз турнира завоевали регбисты из красноярской команды Енисей СТМ-1 В ключевом поединке они выиграли у своих земляков из клуба Красный Яр со счетом 20-15 Регби это быстрая игра, нужно быть умным, сильным Как по мне все подходит для настоящего сибирского парня Мы играли в команде, играли каждый на свой максимум И поэтому у нас получилось победить Регбисты Красного Яра завоевали серебряные награды Бронзу взяла команда Енисей СТМ-2 Эта игра очень умна и динамична Всегда есть всякие тактики На этом турнире мы стали лучше Уверенность побольше стала Не боимся и делаем захваты лучше И все победы еще впереди Наши ребята выступили очень достойно Мы тут по-другому немножко оцениваем их успехи По количеству захватов, выполненных игровых фаз, передач, точных и так далее Попыток опять же Поэтому может быть мы с точки зрения занятых мест не очень достойно смотримся Но мы только начали развиваться Если в Красноярске регби 60 лет На Кузнецке регби около 50 То в Омске детскому регби около 6 лет всего лишь Следующий межрегиональный старт у юных регбистов состоится 11 июня в Новосибирске Где пройдет турнир, регби не знает границ Субтитры создавал DimaTorzok